итак ребята всем доброго времени суток всех рад пишем канале крипто зомби ребята в этом видеоролике я хочу поговорить о знакомом нам уже проекте sega game club да а именно посмотрим на чем сколько и как мы можем в данный момент зарабатывать это первое второе я расскажу о новостях касаемо проекта новостей довольно много и они довольно интересные да ну и третье вообще посмотрим на графике поговорим о курсе токена и что происходит потому что много было информации с момента как я туда влетел закинул нефтишку потом мы там пытались и спекулировать на токени и много всего было да и как-то подзабыли эту тему я решил записать напомнить и посмотреть объективно что на данный момент в проекте происходит а перед началом видеоролика как обычно хочу прыгать подписаться наш телеграм-канал и на все игры какие-то пирамидки темки куда влетаем на чем зарабатываем на чем теряем все изначально публикую туда ссылочка будет в описании под видео переходите подписывайтесь итак ребята давайте начнем с того что я напомню что у меня была вот такая нфти я ее выиграл в конкурсе да и она мне дает 2 процента в токенах ежедневно видите я 18 тысяч токенов уже мне нафармилась я их снял делал проверку вывода и вот сейчас у меня еще есть 12 тысяч токенов я их не снимаю потому что цена курса в данный момент низкая и я не вижу смысла просто снимать ну скажем себе в убыток либо копейки также давайте напомню что вообще в sega game club у нас есть три способа заработка первое это положить это купить нфти положить ее в стейкинге получать процент то есть там можно от двух по моему до пяти с половиной процентов в сутки получать второе это купить и нфти и играть в игры здесь вы получаете два с половиной процента в день минимально и плюс в самих играх собираете монетки и это тоже вам засчитывается как токены и третий вид дохода сейчас я покажу давайте это просто положить токены ст в стейкинг то есть мы сейчас посмотрим обо всем об этом поподробнее я хочу ребята сказать сразу что на мое личное мнение как оно было в первый раз так оно остается и сейчас я не рекомендовал бы покупать именно и нфти администрация либо просто люди они сделали упор как раз таки на покупке и нфти хотя как по мне именно для пассивного инвестора куда выгоднее покупка и стейкинг самого токена объясню почему процентом платится гораздо гораздо больше да соответственно а нфти из большего это если вы хотите привлекать какую-то команду людей да то есть вы можете купить нфти и продавать то есть по своей рефералке завлекать людей и получается этого процент да тоже конечно там заработок доход есть но на самом стейкинге он больше вот здесь сейчас крил white paper и мы можем просто сравнить да сколько мы получаем и и цены соответственно также ребята давайте напомню что для того чтобы положить ваши токены именно в стейкинг вам нужно покупка токенов от 100 долларов на данный момент сейчас по курсу мы еще поговорим вот наконец-то начал воскресать да это в принципе 100 долларов вы покупаете и вот эту сумму токенов вы можете положить стейкинг напоминаю что можем положить 7 14 21 30 и 60 дней и соответственно проценты вот здесь а также видите да то есть на 7 не 7 процентов получается на 14 дней 21 38 60 и 120 процентов за два месяца вы получаете если положили токенов стейкинг еще раз напоминаю минимальное количество от 100 долларов то есть чтобы если вы купили токенов на 50 долларов вас их не получится положить стейкинг но в принципе купить с целью флипа можно вот поэтому я еще раз повторюсь я nfc выиграл я выиграл но я не батил что вы ее покупали чтобы этом зарабатывал с ревки нет я все равно говорю что если сюда и влетать то только с целью покупки стоки и токенов и положить их стейкинг хотя если вы хотите поиграться до в тот же там маривай туда-сюда то по фану покупку и купить можно теперь давайте посмотрим конечно на график об этом нельзя не сказать вот здесь вот здесь когда был листинг я сказал купить многие кто-то купил вот здесь где-то а я писал что можно фиксироваться на потому что ну конечно очень хорошая цена вот и потом как и было ожидаемо пошла вот такая вот красная полоса почему это было ребята все просто потому что был пресейл и соответственно пресейл начал выливаться я вам хочу сказать что на на курс токена вряд ли повлияли сильно с тех кто покупал и нефти стейкой токены тот кто положил токены даже в стейк нет это начал сливаться пресейл пресейл слился довольно бодро разработчики конечно сказали что они замутили конкурс там 300 долларов разыгрывали на первое место для тех кто положит токены в стейкинг но видимо сюда влетали от какого-то лидера не будем называть имен они хотели просто флипнуть токен и без всякого там положить стейкинг играться в игры там или покупательных тишки соответственно пошел график естественно на дно ну и по цепной реакции также пошло почему я решил записать рассказать почему я хочу докупить токенов на сотку я думаю возьму положил стейкинг в общем разработчики поменяли конкретно да то есть маркетинговую программу я хочу сказать что с нашего чата то есть кто-то в чате конкретно проекта и там читали что было некоторое негодование что мог блять хватит меньше слов больше дела давайте как-то воскресать токен ну и админы поменяли просто полностью команду маркетинга данный момент они говорят что там просто сейчас будет лютый 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 шил вы будут вылетать и соответственно курс токена тузыму в общем проще говоря должен быть тузыму как это будет на ну то есть по факту мы посмотрим но в целом это это хорошо то есть мне вот это понравилось что они поменяли начали что-то делать видно что деньги которые они получают то есть разработчики идут на админский кошелек до кошелек маркетинга по крайней мере вот в данный момент я уже увидел что идут какие-то обзоры туда-сюда пошла покупка токенов значит ну скорее всего они реально начали работать и использовать целенаправленно маркетинговые деньги это первый момент касаемо из приятных и второй момент что многих многих отпугивала тема что было предупреждение когда вы входите на сайт было фишинговое предупреждение сейчас его сняли его тоже нету то есть они добавились попадали заявку я не хрен знает куда ее там подаю чтобы их сняли потому что им дали как бы необоснованные и и сняли то есть это тоже хороший плюс потому что я у нас 7 миллиард процентов уверен что человек когда заходит на сега сега game и видео что там фишинговое предупреждение естественно он скажет ну нахер оно надо до свидания поэтому это тоже плюс в общем ребята подведем какой итог я в сцены фтишки свои токены стейки не стейку не вывожу по такой цене не вижу смысла вообще выводить хочется выводить в хороший плюс и профит это первый момент второй момент а возьму себе на соточку наверное все таки возьму положу стейкинг возможно возьму чуть меньше и просто буду держать потому что пока разработчики пока разработчики в целом не пиздели то есть как они что говорили они старались выполняли и делали то что там привлекали они сетевиков для покупки инвести с этим они конечно справились на ура ну тут вопросов нет поэтому в принципе может быть реально тузыму еще этого самого токена это реально может быть но опять же риски мы принимаем сами третье покупать вам нфти либо просто купить токенов положить стейкинг это решать сами я привел конкретные доводы если берете нфти тогда уже лучше сидите играйте в игры если вот это вам не интересно я бы порекомендовал все-таки купить просто токенов либо купить просто держать на кошельке либо если позволяют финансы там там взять от 100 долларов положите к стейкинг потому что ну давайте смотреть объективно процент очень хороший ну то есть реально процент хороший ну и учитывая что возможно это конечно не сто процентов но возможно это уже . вот . невозврата ну то есть грубо говоря ниже падать уже некуда и пора как бы ну хотелось бы куда-то уже вот сюда улететь соответственно с целью флипа как минимум до либо на стейкинге можно будет попробовать заработать опять же ребята говорю как есть рассказываю как есть без всякого этого ну риски естественно риски во всем присутствует потому что вот этот график то Türk график токина это некрасиво но как минимум это некрасиво но это было ожидаемо от прицельно также это было ожидаемо от того что люди зашли только с целью флипа а не потому что там реально хотели залезть какой-то проект положи что то встречи на купить какую-то нфтишку принципе об этом я уже говорил на этом ребята у меня все а я Я сейчас по новостям, да, то есть по курсу токена буду писать. В чате напишите тоже, кто брал токены, кто ложил стейкинг, кто, может быть, просто взял с целью флипа. Ну и будем следить за графиком. Я думаю, что здесь еще заработать получится. Потому что на фоне последних новостей со всеми этими блядскими пирамидами одни только минуса. И я все-таки решил, что пора делать обратно упор на какой-то play to earn, где есть смарт-контракт, где открытые админы, где ты видишь лица, ты можешь присутствовать на АМИ. Кстати, по поводу АМИ. Сегодня 18.00 у них на канале будет какая-то просто невъебическая разрывная АМА, на которой они расскажут о каких-то новостях, о суперновостях. Поэтому я думаю, что я туда 100% залечу. Ну и вам почему бы не залететь, послушать, кому интересен проект. На этом у меня все. Если видео было полезным, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всех обновь приподнял. Всем спасибо. Всем пока.